Ну что, друзья, привет! Привет, московский офис, привет, партнеры, все, кто нас смотрит. Для начала хочу поздравить Гарри Юс новым образом. Я хотел поздравить Женю Григорьевичу с возвращением, но он отсыпается. Он здесь? Нет, наверное, появится чуть позже. Ну что, друзья, доброе утро на первой еженедельной встрече Нового года. В новом году. И я хочу начать с небольшой мотивирующих мыслей. Меня часто спрашивают, я вообще на самом деле очень рад, значит, с начала Нового года. Честно скажу, что успел соскучиться по всем вам. На самом деле мы проводим достаточно много времени на работе в нашей жизни. И прекрасно, когда ты проводишь это время с замечательными людьми, с которыми действительно хочется видеться и которым тянет. И я хочу сказать, что мне часто задают вопрос, Федор, собственно, почему ты такой энергичный? Почему, откуда такая энергия, откуда столько желания делать, действовать? И я хочу вам поделиться здесь мыслями. Пару лет назад я прочитал статью о британской исследовательности Джейн Гудл. Ей сейчас 80 лет, сейчас, наверное, ей больше. Вот, эта женщина, англичанка, посвятилась всю свою жизнь исследованию обезьян. И больше всего меня... Она сделала много открытий, она вообще открыла, что у обезьян есть мотивация, у них есть социальные устройства и фактически есть некие зачатки личности. То есть это великий ученый. И больше всего меня в этой статье поразило, что, будучи 80-летней бабушкой, она до сих пор с огромным энтузиазмом и увлечением занимается тем делом, которым он занимался практически всю свою жизнь. У нее горят глаза. И она не похожа на человека, который собрался умирать, у которого нет энергии. И как-то я смотрел передачу, я думаю, что многие тоже смотрели, где Олег Тиньков брал интервью у Сергея Галецкого, основателя компании «Магнит». И они обсуждали одну историю, может быть, это миф, но, собственно, многие об этом говорят. Я даже, по-моему, это было написано в книжке. Когда умирал Сэм Уолтон, это основатель компании «Волмарт», это компания, оборот которой больше, чем ВВП России, огромная сеть супермаркетов. Значит, на смертном Адре он спросил, какие продажи в его магазинах. И тогда, на самом деле, Сергей Галецкий так посмеялся, он сказал, ну, вот смотрите, всех денег с собой не несешь, зачем? Это неправильно, там, Сэм Уолтон, как бы, я не понимаю его. Но я скажу, что я как раз Сэм Уолтона понимаю, потому что деньги для него были, собственно, не деньгами, а тем делом. То есть он спрашивал о том, как развивается его дело, которому он посвятил себя. И это действительно был его икигай, то, что его увлекало. Он был в жизни и в быту достаточно скромный человек. И деньги для него были просто неким измерением результатов. И, на самом деле, у Галецкого есть такое дело. Если сейчас его, может быть, не сильно так, как человек интересует магнит, но мы знаем, к нам приезжал директор стадиона футбольного, который построил Сергей Галецкий. С какой энергией, энтузиазмом он себя посвящает сейчас развитию футбольного клуба, который он создал, вкладывая деньги в детскую школу, где бесплатно обучаются дети, обращая внимание на все детали в магазине. И когда я читал книжку про Стива Джобса, я понимал, почему Джобс, будучи совершенно больным уже человеком, близким уже к концу, изнеможденный раком, занимался работой. Он с таким же энтузиазмом обсуждал выход нового айфона, он был полностью увлечен. Я скажу, что как раз это увлечение, этот интерес икигай, он отдает энергию. Это главная энергия, которая оставляет, и я думаю, что она действительно оставляет человека молодым. Даже вот эта 80-летняя бабушка, я думаю, что она действительно молодая. Ну и, собственно, нас в 2017 году ждет много интересных, захватывающих проектов, задач. Скучно точно не будет. Я думаю, что каждого из вас ждут новые вызовы, новые достижения, ошибки, на которых мы будем учиться, победы. Вот, поэтому мы идем в этот год с большим энтузиазмом и знаем, что нас ждет очень много нового интересного. Каким же был 2016 год? Год действительно был крутым. Ну, наверное, все года в развитии нашей компании были насыщены событиями, но в 2016 произошло очень много. Мы запустили пиццерии в США, в Китае. К нам пришло много замечательных людей. Мы провели первую встречу с инвесторами. Мы провели достаточно большие инвестиции в 2016 году. Были победы, были ошибки, на которых мы учились. Что-то мы смогли достичь, что-то мы не смогли достичь. И мы должны, как я уже говорил, говорить не только о победах, но о том, что у нас не получилось. Закончили мы год со 154 работающими пиццериями. Ставили мы цель 178 пиццерий. Но я вам скажу, что самое главное, что мы, поставив такую цель, не стали подгонять как-то наши действия именно под цифры. Мы не пытались формально запустить пиццерии только для того, чтобы выполнить эту цель. Это очень круто. Мы так должны действовать всегда. Но даже несмотря на то, что мы не выполнили поставленную нами цель, которая действительно была поставлена, это именно цель, это не план, это мы поставили себе такой ориентир, к которому нужно двигаться. Результаты 2016 года впечатляющие. Если посмотреть на этот график, он многих приводит просто в шок, как быстро и как сильно растет наша компания. То есть рост 2016. Помните, когда в прошлом году мы смотрели на этот график, и нам казалось, что как так, миллиард рублей. Боже мой. Значит, даже устроили вечеринку по этому поводу. Вот. А сейчас вот этот график кажется, ну что такое миллиард рублей, представляете? Хорошо, давайте визуализируем, что будет в 2017. Но, на самом деле, подробно о планах и итогах 2016, о планах на 2017 мы поговорим 13 января. Знаете, я сегодня утром, у меня есть дурная привычка, от которой надо избавиться, пролистываю инстаграм. И я вот увидел такую картинку в инстаграме у Алены Фарины. А как вы считаете, значит, почему такая картинка, я сегодня оставил ее презентацию. А, нет, почему Алену ее запостил, интересно, что она предвкушает? Что? Все верно. Да, значит, 13 января, помимо официальной части, нас ждет большая новогодняя вечеринка. И это очень круто, что у нашей компании есть традиция проводить новогоднюю вечеринку после Нового года, когда прошли праздники, когда вы отдохнули и встретили Новый год с семьей. И мы, значит, делаем такой автерпати, который, значит, во-первых, связан это с тем, что мы розничная компания. И когда все нормальные люди отдыхают, наша розница работает. Это самые, значит, наши жаркие дни. Вот, поэтому я думаю, что это прекрасная традиция проводить во всех смыслах. И это еще эффективно. Вы знаете, что наша компания любит эффективность, потому что, как всегда, когда мы будем проводить вечеринки после Нового года, это, площадь аренды клубов и так далее, всегда будет дешевле. Вот, значит, и сегодня я хочу рассказать о двух важных решениях, которые мы приняли в конце года. По каким-то решениям, о каких-то решениях вы уже знаете. И я, безусловно, у вас есть вопросы, я хочу на них ответить. Значит, первое решение – это большой офис в Москве. Значит, я думаю, что многие уже слышали, читали, что мы в конце 2016 года подписали договор аренды большого офиса. Сейчас я вам проведу виртуальную экскурсию, расскажу, что это за офис. Значит, это трехэтажное отдельно стоящее здание, которое находится относительно в центре Москвы. Это метро Автозаводская, это одна станция от Кольца, достаточно близкая от метро. Значит, опять же, для нас большой офис в Москве – это серьезный шаг, серьезный шаг вперед, определенные риски, которые заставляют нашу компанию двигаться дальше. И, значит, потому что это серьезные расходы, я расскажу, для чего мы это делаем. Значит, автономное здание – это прекрасно, потому что мы можем создать там совершенно свою атмосферу. Атмосферу. Значит, само здание имеет прозрачные стены, то есть мест у окна будет очень-очень много, то есть оно очень светлое, прозрачное. Прекрасный вид, потому что здание находится на берегу реки. Значит, вот здесь вот мы планируем сделать место для проведения еженедельных встреч. Кстати говоря, нам казалось, когда мы были в офисе, что наше, значит, сегодняшнее помещение для еженедельных встреч, оно гораздо больше почему-то. Вот. Значит, и интересная деталь офиса, наверное, самая такая, значит, запоминающаяся, то, что в офисе есть терраса на третьем этаже с шикарным видом на реку, на которой можно проводить, она достаточно большая, можно проводить летом, весной, значит, вечеринки, барбекю-пати, работать и так далее, и так далее. Ну и, собственно, мы уже 4 января, команда, которая занимается запуском офиса, проектированием была в Москве, и, собственно, мы уже приступили к работе. Вы знаете, что мы все делаем достаточно быстро, стремимся сделать максимально быстро. Напомним, что вот этот офис был запущен, значит, за месяц. Мы заехали сюда, да, ну, был некий MVP, но при этом как бы месяц назад от заезда здесь был клуб. То есть здесь вот, где вы сейчас сидите, была барная стойка, там, и так далее. Вот, поэтому через 2 месяца мы планируем, что этот офис начнет в каком-то виде функционировать. Собственно, зачем нам нужен офис в Москве? Вы знаете, что у нас есть один офис, это офис, значит, первый наш офис разработчиков. Собственно, офис в Москве – это необходимость, которая, значит, подталкивает развитие компании, конкуренция, задачи, которые перед нами стоят. Я, вы знаете, что со многими общался по поводу офисов, по поводу центра развития, много думал по поводу того, где наша компания должна развиваться. И офис в Москве – это необходимость, потому что нам нужно быть сейчас для того, чтобы быстро принимать решения, быстро запускать продукты, чувствовать тренды. Нам нужно быть ближе к производителям, к центрам логистики. Нам нужно быть ближе к крупным рекламным агентствам, потому что к агентствам, которые продают эфир, потому что эфир в смысле телеэфир. Значит, почему? Потому что вы знаете, что перед нами стоят задачи развития федеральной рекламы, будет развиваться федеральный фонд. И, значит, вообще развитие маркетинга – это одна из ключевых задач. Также ДДС. Нам нужно больше разработчиков для того, чтобы создать продукт, который будет масштабироваться глобально. А Москва – это основной, самый большой рынок разработчиков, который есть в России. Собственно, поэтому ДДС, Московский офис, в первую очередь, будет центром разработки ДДС, центром маркетинга и продуктового подразделения. То есть продуктовому подразделению нужно чувствовать тренды, видеть, что происходит на рынке. А Москва – это самый сейчас передовой рынок, и там через какое-то время будет самое большое количество концентрации наших федерий. Москва и Московская область. Так устроена наша страна, что Москва является таким самым большим центром. Что, собственно, будет с офисом в Сыктывкаре? Я думаю, что возникали у вас вопросы. Офис в Сыктывкаре будет развиваться. И он будет не просто, скажем так, оставаться как прежде или уменьшаться. Он будет развиваться. И, значит, офис в Сыктывкаре останется, никуда не денется. Более того, вы знаете, что у нас тут есть тотализатор спортивный внизу. Ну, не наш, а то сейчас на видео подумают, что мы зарабатываем не на пицце на самом деле. Так вот, значит, вы знаете, что мы сняли их помещение. Мы расширяем даже Сыктывкарский офис, поэтому Сыктывкарский офис останется. Сыктывкар станет центром корпоративного университета. Значит, в Сыктывкаре есть мощные преимущества, которые всегда были. Это концентрация, значит, всех форматов пиццерий в небольшом, компактном, удобном городе. Значит, это база, которая сейчас существует. Что такое корпоративный университет? Для того, чтобы нам развиваться глобально, нам нужно обучить большое количество людей. Даже не только наших партнеров, но и наших же менеджеров. И все сотрудники, которые будут работать в Москве, они будут приезжать в Сыктывкар на длительное обучение и стажировку. У нас есть разные идеи. Возможно, мы перевезем бухгалтерию в центральный офис, а помещение над пиццерией станет учебными классами, где будут проходить, опять же, обучение, стажировки. В том числе и розничная компания, значит, может, я думаю, рассматривать Сыктывкар как центр обучения. Мы видим, что у нас розничная компания, наши такие же большие планы, а для этого нужны люди. Безусловно, что в среднесрочной перспективе Сыктывкар останется единственным учебным центром. В будущем мы планируем открыть учебный центр для розничного бизнеса в Подмосковье, который будет работать на московские, подмосковные пиццерии. Но в среднесрочной перспективе учебный центр единственный, который управляется нашей управляющей компанией, будет в Сыктывкаре. Также останутся в Сыктывкаре некоторые подразделения и команды, которым не столь важно сейчас быть в Москве. А в Москве, вы знаете, дорогая площадь, дорогое проживание, и это вопрос эффективности. И я думаю, что некий бэк-офис также останется в Сыктывкаре. Мы планируем, что бухгалтерия будет в Сыктывкаре, и мы в Сыктывкаре найдем отличных, всегда сможем найти, и наши бухгалтеры будут справляться с более сложными задачами, которые будут стоять. При этом нет необходимости, чтобы, допустим, бухгалтерия была в Москве. Хочу сказать, что наша задача быть гибкими и мобильными, и нужно понимать, что, во-первых, скажем, будет постоянная коммуникация между Москвой и Сыктывкаром. Это и, значит, поездки в командировки. Мы сделаем, значит, в Москве места для каворкинга, для того, чтобы любой сотрудник из Сыктывкара мог приезжать. Возможно, даже какой-то московский Дода-хостел сделаем для командировок. Это будет эффективно. Также наладим полную, вложим хорошие деньги в то, чтобы наладить удаленную коммуникацию, скайпы, значит, видеоконференции и так далее. Ну и нужно понимать, что Москва – это у нас не последний офис. Мы должны быть, опять же, и одновременно, и гибкими, и мобильными, и эффективными. Значит, мобильный – это означает, что там, где есть бизнес-необходимость, там мы и будем создавать офис, там мы будем работать. Нас не пугает ни Сыктывкар, ни Москва. И я вам скажу, что, возможно, например, в Китае мы в какое-то время, может быть, даже в этом году откроем небольшой Дода-офис. Вот, и перед нами стоит важнейшая задача. Она стоит передо мной, и она стоит перед каждым из вас. Это не растерять, не стать корпорацией, потому что мы будем расти, не, значит, остаться компанией с гибкой мобильной, с предпринимательской культурой, значит, открытой, горизонтальной, демократичной. И не растерять нашу культуру, потому что к нам будет приходить много людей. Когда я сказал, что это зависит не только от меня, и от вас, это правда, потому что все новые люди, которые будут приходить, они будут работать с вами в ваших командах, они будут решать вместе с вами задачи. Вот, собственно, ну и важный момент, что любые изменения будут происходить, значит, достаточно плавно, и, значит, мы детально, значит, какой-то план, вообще, как будет работать наша структура, команды, как бы, он сформируется в ближайшее время. Сейчас такого четкого плана еще нет. Значит, перехожу ко второму важнейшему решению. Начну с чего? Начну, хочу сказать то, что мы часто говорим о международных проектах. США, Китай, Великобритания, Румыния, Прибалтика. Потому что это интересно, потому что это привлекает внимание, показывает, что мы можем развиваться глобально. Но Россия, сегодня, Россия плюс Казахстан, скажем так, да, сегодня это для нас все-таки ключевой, главный рынок, и это огромный вызов. То, что мы сейчас залезли на эту гору, да, и стали сетью номер один в России, это еще ни о чем не говорит, потому что нас могут достаточно быстро догнать, мы не должны расслабляться. Мы должны понимать, что на следующем этапе, на который мы вышли, задачи-то, они гораздо сложнее, чем были. И для того, чтобы мы много анализировали, думали, собственно, как развиваться, как в России, как не потерять лидерство, как улучшить бизнес в России, потому что у нас много вызовов. Даже маленькие примеры приведу вам. Москва, Санкт-Петербург – это огромные вызовы, это огромные рынки с большой конкуренцией. И при этом мы понимаем, что конкуренты не спят. И более того, они не просто не спят, мы их разбудили. Потому что сейчас Папа Джонс, Доминос, они смотрят, что какая-то сеть, которую они не воспринимали вообще, какая-то там вот что-то из Сыктывкара говорила, она вдруг их обогнала и разогналась так, что вроде они собираются останавливаться. И все наши конкуренты сейчас готовятся к агрессивному развитию. Вы знаете, что Доминос Пицца, я уверен, что они сейчас нас смотрят. Привет, конкуренты. Доминос Пицца в новогодние праздники дали первый раз федеральную рекламу на всю Россию. На Первом канале. Они, конечно, сделали нам большую услугу, потому что они в рекламе продвигали, в принципе, доставку пиццы. Но вы поймите, что они вкладывают сейчас деньги в федеральную рекламу для того, чтобы стал бренд хотя бы как-то известен, для того, чтобы продавать франшизу. Так вот, конкуренты не спят, и поэтому нам нужно предпринимать сразу примитивные действия для того, чтобы выиграть в этой схватке. Собственно, одним из факторов победы является, с моей точки зрения, единая система менеджмента. Сейчас я вам кратко скажу, что я имею в виду. Франчайзинг. Начало 2012 год. Кто знает, кто помнит, какая первая франчайзинговая пиццерия партнерская, запущенная в нашей сети? Ухта. Челябинск, Ухта, конечно же, Ухта. Знаете, как она запустилась? Запустил ее Андрей. Не было никаких стандартов. Я сказал Андрею, Андрей, ты все знаешь, как надо делать? Вот иди, езжай, запускай. То есть, все было устно. Собственно, понятно, что мы действовали постепенно. Сначала Ухта, где мы могли решить все коммуникации, и все было построено на стопроцентном доверии. Потом мы сделали следующий шаг. Потом были наши первые партнеры, которые, кстати, сейчас являются самыми сильными. Это Владимир Горецкий, Дима Троян, это Денис Гринев. И мы понимали, что мы еще не готовы в каких-то вещах. Мы, конечно же, не были готовы, как Макдональдс, который имеет 70-летнюю историю. И на первом этапе мы поняли, что мы не можем навязывать и отдавать какую-то систему менеджментов франчези, которые бы сказали, что вот ее нужно использовать. Как нужно управлять пиццерией в деталях? Потому что, с одной стороны, мы еще сами до конца не знали, у нас не было сетей, мы не знали, как там что-то будет работать на других рынках. А с другой стороны, мы понимали, что партнеры, имея инициативу на местах, изобретут какие-то крутые решения, и надо дать свободу. Значит, при этом мы дали принципы, мы сказали, вот есть принципы, есть некие best practice, да, то есть решения, которые вот подоказали свою рабоспособность. Хотите использовать, хотите что-то свое, запускайте. Но сеть росла, значит, развивались знания, развивался менеджмент. И что мы имеем сегодня? Сегодня, я понимаю, что назрело время для того, чтобы создавать единую систему менеджментов. Вот смотрите, кто знает, что это за карта? Вы знаете, что я историк по образованию? У кого было пять по истории? Переселение народа? Нет, это феодально раздроблено с Руси. Вот это Золотая Орда, а вот это большое количество раздробленных русских княжеств. И, собственно, одна из теорий говорит о том, что как раз Золотая Орда подчинила себе русские княжества, потому что они были, значит, раздроблены, они действовали скоординированно. И вот мне сейчас сегодня система менеджмента ДОДА представляет собой, вот образно, да, это вот такое большое количество разных систем, значит, условно говоря, в Смоленске одна система мотивации, в Самаре другая, где-то там штрафуют людей, сотрудников на смене, где-то есть, наверное, я могу допустить, да, там, хотя это кошмарный сон, что там есть материальная ответственность, и сотрудников удерживают из зарплаты, там, потери и так далее. То есть у нас достаточно, если посмотреть сейчас про единство нашей сети, то мы, наверное, с точки зрения менеджмента, это самое большое разнообразие. Понятно, что по продукту мы одинаковые, по многим вещам мы едины, но при этом системы менеджмента разные. Почему нам нужно объединить систему менеджмента? Потому что для того, чтобы развивать лучшую систему, нужно иметь единый продукт, нужно иметь единую систему. Какие плюсы от единой системы менеджмента? Это единая база знаний, это единая система обучения, учебный центр. Если мы понимаем, как управлять пиццерией, и как должна быть устроена система мотивации управляющего, и ее приняли все, то понятно, что учебный центр создаст методики, как этому обучать, которые, опять же, возьмут в том числе и наши партнерские сети в свои учебные центры, которые наступают в свои пиццерии. Это единые инструменты в ДОДС. На самом деле мы всегда понимали, что у нас в будущем будет единая система менеджмента. Всегда. Потому что у нас в ДОДС изначально продукт, в который вшиты бизнес-процессы, единые бизнес-процессы для всей сети. Если мы составляем графики, то графики составляются единым образом. И мы считаем, что графики надо составлять. И единство сравнения. То есть мы сможем сравнивать пиццерии. Мы сможем, когда в пиццериях разные механизмы, мы не можем на 100% их сравнить. Мы не можем приехать из одной пиццерии в другую и сказать, окей, у вас здесь работает не так, потому что здесь у вас что-то, значит, вот здесь вот плохо, потому что там, возможно, что-то другое, там надо разбираться. Безусловно, безусловно, все это должно быть гибко. Потому что, смотрите, вы знаете, что везде нужно найти баланс. Потому что если мы все унифицируем, во-первых, нужно задать себе вопрос, все ли нужно унифицировать. И мы говорим, не все. Мы хотим объединить в системе менеджмента только главные вещи, ключевые вещи, а многие вещи, которые, значит, не нужно делать, стандартизировать, отдать их на локальные решения. На каждом рынке будут решать, как там, что выстроить. Поэтому нужно добиться гибкости. Значит, как мы будем создавать эту систему менеджмента? Во-первых, мы хотим собрать всех франчези, мы хотим собрать самых развитых в плане менеджмента партнеров и договориться и сказать, ребята, давайте посмотрим, как у нас работают эти системы, соберем лучшее, договоримся, что, значит, вот это будет стандартом, вот это мы отдадим на локальные, можно принимать решения на месте, вот это будет везде одинаково, и закрепим, и ударим по рукам, что все, это наша как бы система. Только, значит, я сейчас говорю, опять же, только о ключевых вещах. Пример приведу. Система мотивации управляющего. Знаете, в Макдональдсе она везде одна. Не важно, в Гондурасе Макдональдс находится, в США, в Японии. Мы работаем, бизнес одинаковый. Есть потери, есть текучесть персонала, значит, команды, есть, значит, лейбокост, производительность, продажи и так далее. И создав единую систему мотивации, кстати, система мотивации, кстати говоря, это, наверное, первое, с чего нужно начинать, потому что это ключевая вещь. Мы фактически сделаем единые стимулы в работе для всех управляющих. Потому что если мы всем скажем управляющим, что у вас теперь в системе мотивации обязательно есть текучесть, значит, текучесть персонала, то это означает, что все управляющие будут о том, чтобы удерживать людей, о том, чтобы работать с людьми. Потому что эта метрика у них будет обязательной, понимаете? Вот. Поэтому мы пойдем от того, что мы сначала все обсудим, договоримся. Это пример приведу такой, что какие-то вещи, они вот, знаете, вот в Англии левый руль, точнее правый, а, значит, да, правый, а в Европе левый. Ну, казалось бы, договоритесь вы, да, чтобы было удобнее. Зачем там два вида машин там, да, и так далее. Вот мы не должны сейчас по каким-то вопросам поступать, как Англия и Европа. Мы должны с партнерами договориться со всеми, да, и принять какие-то единые решения. Это будет большой проект, в котором будет задействовано большое количество людей. Команда, большая команда Марселя, значит, Андрей, Петелин, значит, вообще отдел развития, значит, сейчас будет трансформироваться, и он будет больше функций приобретать, он будет превращаться в такую национальную мастер-франшизу. Ренат Сагадеев сейчас будет первым менеджером, который будет заниматься развитием региона франчайзингового. Это Москва и Подмосковье. Об этом мы еще расскажем. Вот. Поэтому это будет большая длинная история. И в 2017 году мы ставим перед собой цель как раз создать эту единую систему менеджмента. Вот. Собственно, это было два главных больших решения. А сейчас у нас осталось время. И, значит, я надеюсь, я недолго говорил. Значит, и сейчас Паша, Павел Немельянов, расскажет о том, как он съездил в Китай, какой он получил опыт. Я хочу сказать, что Паша огромный молодец. Он действительно очень сильно помог в плане менеджмента китайской команде. И о Китае мы еще будем говорить. И 13 января поговорим о результатах, о планах Китая. Итак, слово Паше. Паша тоже раскрыл, я думаю, горизонты свои. Всем привет. Буквально за несколько дней до Нового года я приехал из Китая. Там я провел месяц. И сейчас расскажу, чем же мы занимались. Нашей основной целью на декабрь было создать конкурентоспособную модель для тиражирования в Китае. Но сначала нам нужно было нарастить заказы. Мы подключили сайты-агрегаторы и получили, конечно же, даже сверх наших ожиданий количество заказов. Но пиццерия, к сожалению, не была готова. Поэтому перед нами встали задачи. Это поддерживать качество высокого продукта, улучшить качество продукта. Это собрать и обучить команду пиццерии, выстроить менеджмент пиццерии и улучшить в конечном итоге нашу модель. Потому что мы понимаем, что на маленьких пространствах мы должны будем получать высокие выручки. Расскажу немного, с чем мы столкнулись, наши небольшие препятствия. Ну, опять же, команда не была готова к росту заказов. То есть заказов было очень много. Команда состояла из пяти человек. Во-вторых, только управляющий знал, что и как делать. Я хочу этим сказать, что менеджеров было только два. Это управляющий и еще один менеджер. Ну и такой принцип общекитайский. Это чебудо. Федор уже когда-то говорил об этом. Это переводится как «и так сойдет». И так сойдет во всем Китае. Это действует как и с поставщиками, так и с сотрудниками во всем Китае. Когда ты говоришь с поставщиками, привези мне, пожалуйста, сыр завтра. А он тебе привозит это через три дня. Ну, извини, но вот так же нормально. Я же привез через три дня. Все равно же привез. Так же в обучении ты показываешь, как заготавливать, допустим, перец. И человек заготавливает перец, подходит другой сотрудник, и он спрашивает, «Хорошо я нарезал?» И он говорит, «Чебудо». Такой думаешь, «Ммм, что?» Ну, нет же. Ну и пойдем по задачам. Сейчас я все расскажу. То есть нам нужно было поддерживать высокое качество продукта. Сначала мы объяснили же своим сотрудникам, что такое хорошая пицца и плохая пицца. Показывали фотографии. В новой информации выкладывали сотрудникам. То есть какая должна быть пицца? Почему пицца должна быть именно такой, а не какой другой? Здесь приведено напоминание об обратной связи, которая висит на станции упаковка. Сверху написано «Piaolin Pizza». Это значит «хорошая пицца». То есть сотрудник на станции упаковки должен был передавать обратную связь сотруднику. Также мы внедрили наш, можно сказать, первый Dodo-контролинг в Китае. Мы стали делать… Кто-нибудь из нас каждый день делал заказ на доставку или в ресторан. Так мы оценивали качество нашего продукта. Также мы, конечно же, собирали отзывы на сайтах-агрегаторах, чтобы также понимать качество нашего продукта и скорость нашей доставки. Потому что нам важно, чтобы скорость доставки была, конечно же, меньше часа, потому что для Китая час — это очень много доставки. Второй нашей задачей было обучение сотрудников. За этот месяц мы наняли больше 12 сотрудников и воспитали двух менеджеров. Конечно же, китайцы… Наш опыт обучения в России не совсем подходил для Китая. Возьмем стандарты кухни, их нужно было обязательно переводить. Недостаточно просто перевести стандарты, потому что, во-первых, переводчики, к сожалению, совсем не переводят на китайский нормально. То есть ты вводишь даже… Есть специализированный сайт, где переводчик прям только на китайский. Ты вводишь одно слово, и тебе пять вариантов говорится. Дальше, чтобы быстро обучить команду, мы развесили везде напоминания, абсолютно везде. То есть тесто должно быть 8 лотков. И этот подход — это как чебудо, то же самое. То есть недостаточно сказать, у тебя должно быть примерно 4 лотка в этот час. Всегда 8 лотков. Возможно, иногда дотошный, конечно, этот метод, но он работает в Китае. С пиццмейкерами все более-менее понятно. Важно было также воспитать, обучить менеджеров. С менеджерами мы встречались каждый день. Мы проводили встречи. Мы разговаривали о работе с клиентами. Мы разговаривали о качестве продукта. Спрашивали проблемы, с которыми не сталкиваются. Потому что мы до конца все равно не понимали, какие у них возможны проблемы. Потому что китайцы не о всем зачастую говорят, о своих проблемах. Но очень важный такой факт, что китайцы очень обучаемы. Просто невозможно обучаемы. То есть в конце первого дня эти девочки реально первый день работают. Они делали достаточно хорошие пиццы в конце дня. Так как еще площадь пиццерии очень маленькая, они все могут за день попробовать. Ну и развею такой миф, что китайцы прям готовы работать 7 дней в неделю, больше 12 часов. Нет, это обычные люди. Причем мы настолько с ними со всеми сдружились, что ты просто понимаешь, что это настолько обычные люди, как россияне. То есть они хотят так же гулять, отдыхать от работы. С ним нужно нормально там. Там 5 смен, 6 смен, но никак не 7. Вот пример напоминаний. Чек-лист я делал раз в 5, наверное. Вот тут повторяющиеся вещи есть. То есть в каждом промежутке часов есть задача, которая нужна была… Если в России написать это абстрактно, каждые 20 минут там что-нибудь проверяй. Здесь надо это писать в каждом части. Но такой метод работает. Конечно же мы работали над мотивацией. Здесь нарисована карьерная лестница от стажера до управляющего. И нарисовано соревнование. То есть это делание пиццы на скорость и знание рецептов. Вот здесь наши китайские стандарты. То есть для нас это еще большая задача достаточно. Нам нужно будет переработать стандарты с учетом китайских особенностей. Ну и последнее. Нам нужно было улучшить модель, найти решение для увеличения выручки. Во-первых, чтобы эффективно работать в таком маленьком пространстве, площадь кухни в пиццерии в Янтай – 44 квадратных метра. Во-первых, мы пришли к решению, что мы будем делать только маленькие пиццы. Потому что мы проанализировали, во-первых, и 80% продаж составили маленькие пиццы. Это очень упростило заготовку ингредиентов, заготовку теста и, конечно же, хранение. Во-вторых, что мы поняли? В таких маленьких пространствах менеджмент решает все. То есть здесь, конечно, я написал – запасы заготавливаются вечером, тесто утром. А потому что по-другому никак. Там маленький цех, который 2-3 квадрата максимум, и все, тебе некуда деваться. Следующее. Когда заказов было немного, менеджер смены у нас принимал заказы колл-центра, он отправлял курьеров и, можно сказать, что был привязан к кассе доставки. Мы сделали свой первый контакт-центр в ресторане, мы посадили человека на второй этаж в ресторане, он у нас принимал заказы, мы сделали инструкции ему, он был также и принимал рекламации, он собирал отзывы в файл для нас. И для дальнейшего роста нам нужно было искать также решение. Сейчас Евгений Григинавич у нас тестирует расточный шкаф для обработки пиков. Идея такая, что перед пиком раскатывается от 60, допустим, до 100 основ пиццы, они ставятся в определенный расточный шкаф, и когда наступает пик, мы эффективно его разгружаем, то есть 1-2 человека смогут справиться с высоким пиком заказов. Ну и поговорим о наших результатах. Выручка Янтай-1 в декабре составила 212 тысяч юаней. Это, как видите, в рублях 1 миллион 858 тысяч. Прирост заказов составил плюс 200%. Конечно же, это комплексная работа. То есть это работа маркетинга, менеджмента пиццерии. И здесь важно сказать о том, что это все достигнуто без каких-то сильных вложений или изменений нашей модели. То есть это сделано, повторюсь, маркетингом и менеджментом. Ну а дальше у нас стоит очень много задач. То есть когда-то мы столкнемся с тем, что пиццерия без изменений модели упрется в какой-то свой потолок выручки. Это наша большая задача. Все это, конечно же, не получилось бы за этот месяц такого прогресса, если бы не наши помощники. И, конечно же, хочется сказать спасибо нашему управляющему Янтай-1, Бауржану Садыкову, человеку, который разговаривает на четырех языках, который помогал нам с переводом, который сам вырос за этот месяц. То есть, как я уже говорил, только управляющий знал, что и как делать. То есть нам важно было выстроить и менеджерский состав обучить, но и также вырастить управляющего, который строил бы именно систему, при которой пиццерия стала бы автономной. И по нашему езду, конечно же, так и стало. Также нам помогала наша первый сотрудник, китайский сотрудник офиса, это Пэти. Она разговаривает свободно на английском языке. Она очень сильно нам помогла также. И всем, кто нам также помогал со съемами, квартиры с теми же. То есть без них у нас бы ничего не получилось. Ну и, конечно же, если вам интересен Китай, если вы хотите сотрудничать с Китаем, пишите Денису Чернобаеву. Это Эрик. Наш первый менеджер пиццерии. Все, спасибо. Продуктивной недели, отличного начала года. Спасибо.